В эфире программа «Просто о здоровье». Они спасают человеческие жизни, избавляют нас от боли во время различных хирургических вмешательств. Именно этих врачей мы обычно видим первыми, когда приходим в себя после операции. Анестезиологи-реаниматологи. Не каждый из нас знает, что две эти сложные медицинские специализации объединяет один врач. Сегодня у нас есть уникальная возможность побывать в отделении анестезиологии и реанимации номер один Гродненской университетской клиники, одном из крупнейших в нашем регионе, и увидеть то, что обычным людям, как правило, недоступно. Служба анестезиологии и реанимации Гродненской области насчитывает 34 отделения, в которых трудятся около 300 врачей, порядка 600 медицинских сестер, а также санитары, массажисты и другой медперсонал. Таким образом, армия специалистов, которые занимаются в регионе анестезиологии и реанимации, довольно внушительная – более тысячи человек. Два отделения самых больших в области существует. Это университетская клиника, отделение анестезиологии и реанимации номер один, и второе отделение в больнице скорой медицинской помощи на 18 койки, и наше на 18 койек. Значит, как ведущее отделение области, ведущий стационар области, мы принимаем на себя самых тяжелых пациентов со всей области. У нас на нашей базе кафедра находится анестезиология и реанимации, возглавляемая Якубцевичем Русланом Эдуардовичем, заведующим кафедрой и доктором медицинских наук. В среднем у нас в год через отделение поступает примерно 2000-2200 пациентов. Это большое количество, это наибольшее количество по области, один из таких довольно приличных показателей по всей республике. При этом оперативных вмешательств или анестезий, которые мы обеспечиваем, пациентов, около 9000. Да, если быть точным, то 8900 практически. Это один из самых больших показателей, который за последних 5 лет был. В отделении трудится более 130 человек, в том числе 44 врача и около 60 медицинских сестер. Есть в штате две массажистки, которые ежедневно делают массаж всем пациентам, в том числе тяжелым. Кроме того, каждый день всем пациентам выполняют различные гигиенические процедуры. Ежедневно у нас проходят обходы. По два раза мы делаем обходы. Утром это большие обходы с участием заместителей главного врача, с участием заведующих кафедрами, с участием смежных специалистов. И с утра мы решаем всю дальнейшую тактику на этот день. В 4 часа проходит обход второй, когда мы подводим итоги за прошедших 8 часов, что мы сделали, что мы получили какую-то информацию. И даем задание уже или продолжить, или что-то изменить в тактике лечения до утра, потому что круглосуточно у нас работает 6 врачей, находятся в отделении реанимации. Это минимум, который есть. Я не считаю врачей, которые находятся днем анестезиолога, у нас 14 операционных. Анестезиологические бригады осуществляют плановые и экстренные анестезиологические пособия на 19 операционных столах. Возрастных ограничений нет. Наркоз делают как взрослым пациентам, так и детям. В каждом отделении хирургии есть свой анестезиолог. Иногда мы проводим ротации этих анестезиологов для того, чтобы они поддерживали свой профессиональный уровень. Опять же, бытует мнение, когда один анестезиолог должен быть долгое количество времени в отделении, и тогда он становится, так скажем, профи, например, в хирургии, или в гнойной хирургии, или в лор-отделении. Но, с другой стороны, мы все дежурим, больница дежурит по экстренной помощи хирургической. И если поступает тот же ребенок, например, и один из анестезиологов не работал никогда с детьми, возникают сложности. Именно с этой целью проводятся ротации, чтобы каждый мог, вне зависимости от дня и вне зависимости от времени суток, оказать нами самую лучшую, высококвалифицированную помощь. Большинство людей боятся анестезии, иногда даже больше, чем самой операции. Многочисленные мифы о вреде наркоза подпитываются некомпетентными людьми, далекими от современной медицины. Страх не перенести наркоз, уснуть и не проснуться, боязнь очнуться во время операции, риск нанесения тяжелого вреда здоровью анестезией – все это заблуждение. Опытный квалифицированный специалист может гарантировать пациенту безопасность на всех этапах процедуры. Это мнение, наверное, ошибочное. Кто такой анестезиолог? Анестезиолог, если брать простыми словами, это ангел-хранитель. Ну, я уже так, может, утрирую, тем не менее, это так оно и есть. Ни одно оперативное вмешательство фактически в современном мире не проходит без участия анестезиолога. Даже гастроскопии, которые проводятся у нас, мы проводим их по анестезии для того, чтобы человек не чувствовал какого-то дискомфорта, ему это не приносило психического и, самое главное, физического страдания. Это самое важное. И анестезиологи защищают пациентов от оперативных вмешательств. Поэтому анестезиолог – это тот человек, я иногда шучу, говорю, что перед операцией, перед наркозом анестезиолог является для человека как святым отцом. Он должен все рассказать, все, что есть, потому что не все всегда рассказывают и так далее, по каким-то там причинам своим, но анестезиолог должен знать все. Современная медицина предлагает нам несколько видов анестезии. Какой именно вид наркоза подойдет для конкретного хирургического вмешательства, подскажет врач. Существует несколько видов анестезии. Всем известно, это общий наркоз, когда человек вводится в состояние медикаментозного сна, он спит, получает определенные препараты. И для того, чтобы он спал, это медикаментозный сон, препараты, обезболивающие, чтобы его не беспокоило, не болел этот хирургический стресс. И после операции, естественно, он не чувствовал боли. В зависимости от оперативных вмешательств существуют определенные виды анестезии. Так, всем известно, что, например, в природах наиболее оптимальным, несмотря на то, что до сих пор у некоторых людей бытует мнение, что спинномозговая анестезия, то есть это укол спину, проще говоря, он вреден? Нет. При родах доказано ни одним десятком и ни одной сотней научных работ, что спинномозговая анестезия является лучшей при родах, при кесаревом сечении. Если брать, например, простые роды, то эпидуральная анестезия, она также используется. И почему анестезиологи пытаются максимально покрыть пациентов анестезиями? Потому что пациенту не должно болеть. Это основной принцип анестезиолога, это должно быть одним из основных принципов хирурга и анестезиолога. В первую очередь, чтобы пациенту не болело и не было дискомфортно. Поэтому, как только пациент, опять же доказано многими работами научными, что если пациент просыпается, ему ничего не болит, его ничего не беспокоит, он гораздо быстрее и лучше выздоравливает. Грудненские врачи-анестезиологи стараются идти в ногу со временем и внедряют все самые передовые методы обезболивания пациента. В последние годы есть такой подход в анестезии, как мультимодальный он называется, когда не только один общий вид анестезии, а он состоит из нескольких таких кластеров. В том числе это регионарная анестезия, это блоки. Например, мы очень широко стали использовать, мы гордимся тем, что мы в области больше всего это делаем. Наравне с нами делает примерно больница скорой медицинской помощи. Это регионарная анестезия и блокады. Блокад конечностей в БСМП немножко больше, потому что у них есть ортопедия с травматологией. У нас больше регионарной анестезии при общей хирургии, при абдоминальной и при сосудистых операциях на каротидных артериях. Мы берем аппарат УЗИ и делаем пациенту блок. В определенное место, одноразовой иглой, стерильной, под УЗИ-контролем вводится препарат, местный анестетик, который обезболивает. И это обезболивание действует примерно от 6 до 12, иногда до 24 часов. То есть пациент просыпается на столе, ему ничего не беспокоит, он приезжает или в отделение, если не требует госпитализации в реанимацию, или в реанимацию, если это какая-то большая операция. Он просыпается, ему ничего не беспокоит, и это прекрасно. Пациент себя чувствует спокойно, он не требует дополнительных введений препаратов. Ведь известно, чем больше препаратов, тем и вероятность возникновения побычных вектов больше. Можешь говорить с ним? Да. Добрый день вам еще раз. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую. Все хорошо, ничего не болит? Все хорошо, ничего не болит? Не беспокоит? Нет. Божественно. Врачи университетской клиники, единственные в Гродненской области, оперируют каротидные или сонные артерии на шее пациента под регионарной анестезией. Опять же, человек ложится на операционный стол, под ультразвуковым контролем в стерильных условиях ему выполняется блокада шейного сплетения. То есть, опять же, вводится там, где нервное окончание препарат, местный анестетик, в течение 20-30 минут развивается анестезия. И пациенту проводят операцию на шее с глубоким разрезом, с извлечением тромботических масс, атеросклеротических бляшек. В это время хирурги, анестезиологи разговаривают с пациентом. Пациент называет свое имя, пациент знает, где он находится, а что он находится. Это очень современный метод такой анестезии. И во многих странах передовых, надо сказать, что он используется, и мы ничем не отличаемся, ничем не хуже их. И по количеству, надо сказать, что мы примерно 80-90% данных операций проводим под вот этой регионарной анестезией. Выполнение таких высокотехнологичных операций невозможно без соответствующего оборудования. В последнее время идет очень хорошее переоснащение оборудования наших отделений. Реанимация не только университетской клиники, это всех отделений города и плюс районных центров. Закупаются новые аппараты ИВЛ. Практически нету отделений в области, которые еще нуждались бы в определенных аппаратах ИВЛ. Сейчас идет замена наркозных аппаратов, в том числе все оборудование самое современное и, надо сказать, очень хорошее. Мы чувствуем поддержку губернатора, мы чувствуем поддержку, заботу начальника управления Кеда Людмилы Николаевны. Естественно, это главный врач Сергей Николаевич Лазаревич. Помогают нам, когда необходимо, мы всегда советуемся, нам никто никогда не отказывает в какой-то помощи. То ли это помощь для консилиума, какие-то необходимые оборудования или еще что-то, всегда все идут навстречу. Получили новый аппарат Миндрей, аппарат высокого класса. Он позволяет обеспечивать анестезиологическое пособие при большинстве хирургических манипуляций. Все хирургические манипуляции, которые проводятся у нас в клинике, могут быть обеспечены с помощью подобного аппарата. Аппарат модульной конструкции. В этой операционной в год проводится более 700 плановых анестезий и также экстренное вмешательство обеспечивается. Каких-то супер-супер технологий. Сейчас идет более точечное внедрение региональной анестезии, каких-то новых препаратов. Но все это у нас есть. Мы идем ровно в ногу со временем, современным миром, западом с тем же. У них нет ничего того, чего бы мы не использовали. В Гродненской университетской клинике имеются две реанимационные бригады экстренной консультативной помощи. В их распоряжении есть две специальные машины. Это такие маленькие реанимации на колесах. Реанимобиль перевозит тяжелых пациентов в больницы города и области при необходимости в пределах республики. В состав реанимационной бригады входят, как правило, врач-анестезиолог-реаниматолог высшей или первой категории, а также медсестра-анестезист. Они могут оказать консультативную помощь в районных больницах. При необходимости забирают пациентов в университетскую клинику или в другой стационар Гродно или Минска, поскольку клиника единственная в нашем городе и имеет такой транспорт. Реанимобиль есть еще в распоряжении медиков областной детской больницы для транспортировки юных пациентов. Тяжесть состояния пациентов, которые находятся в отделении реанимации и нуждаются в транспортировке, обусловлена рядом нарушением витальных функций этих пациентов. Основное – это нарушение функций дыхания и нарушение функций сердечной деятельности. Пациенты, которых мы транспортируем, нуждаются в протезировании данных функций. Например, для того, чтобы протезировать функцию дыхания, мы можем использовать, если у пациента невысокая степень дыхательной недостаточности, подачу увлажненного кислорода. В машине имеется баллон, который имеет достаточно большой запас кислорода, которого хватит на транспортировку и на 200, и на 300 километров пациента. И также имеется система подачи кислорода. То есть, если человек нуждается в кислородотерапии, мы можем осуществлять это и в машине. Если у человека более выраженная степень дыхательной недостаточности, и он нуждается в искусственной вентиляции легких, есть портативные аппараты искусственной вентиляции легких. Ну, вот тут представлено два из них. Их у нас больше, но часть из них сейчас задействована, потому что на данный момент пациент транспортируется в Минск. С помощью этих протезивных аппаратов можно проводить искусственную вентиляцию легких, достаточно специализированных, достаточно жестких режимов. Несмотря на то, что он маленький, в течение двух, трех, пяти часов, в принципе, на нем можно полноценно оказывать нужный уровень респираторной поддержки. Также очень часто у реанимационных пациентов есть нарушение функции сердечно-сосудистой системы. Для ее протезирования нужно введение определенных препаратов. Это препараты адреномиметики, это препараты антиаритмики и другие лекарства, введение которых должно быть постоянным, точным. Для этого есть специальная система подачи этих лекарств. Сюда устанавливается шприц. Линия специальная подсоединяется к пациенту. Здесь задается скорость, и задаваемой скоростью человек получает необходимую ему терапию, то есть специальными препаратами для поддержания функций сердечно-сосудистой деятельности. В машине есть все необходимое для того, чтобы оказать помощь пациенту в случае ухудшения его состояния во время транспортировки. Также машина оборудована и для проведения реанимационных мероприятий. Есть у нас каталка, которая, в принципе, для этого предназначена. Если, не дай бог, что случается, можно их проводить. И есть специальная система, потому что реанимационные мероприятия иногда у различного рода пациентов приходится проводить более полчаса. Это физически сделать очень сложно, особенно это сложно сделать качественно. Поэтому есть специальная система, например, у пациентов кардиологического профиля с какими-то длительными остановками сердца, которым нужна срочная помощь, они транспортируются. В это время им можно проводить реанимационные мероприятия с помощью вот этой специальной системы. Она распаковывается, ложится под пациента. Многофункциональный спецтранспорт ориентирован на оперативную перевозку и оказание необходимой медицинской помощи в пути, а также на поддержание жизненно важных показателей пациента. Также у нас есть следящее оборудование. Это обязательные критерии для перевозки пациентов, которые находятся в критическом состоянии. Здесь можно проводить мониторинг основных витальных функций. Это функции сердечной деятельности, функции дыхания и артериальное давление. При необходимости можно измерять также неинвазивное артериальное давление. Специальная система устанавливается на этом мониторе, это возможно также сделать. Также ряд критических состояний подразумевает поддержание постоянной температуры. У человека человек в шоке или человек с другими серьезными нарушениями требует постоянного согревания, потому что для него охлаждение, переохлаждение, несмотря на то, что в машине можно поддерживать достаточно комфортную температуру для нас, для пациента, который в критическом состоянии, эта температура недостаточна. Есть специальная система обогрева. Она подключается. Здесь задается необходимый параметр. И также ее можно подключать к данному одеялу. И пациент будет не только транспортироваться, но одновременно согреваться и поддерживать ее функции. То есть для некоторых пациентов это критическая опция, потому что если этого не сделать, он просто может не пережить транспортировку. Реанимационная бригада работает быстро и слаженно. Ведь каждая минута и даже секунда промедления может стоить человеку жизни. Практически все необходимое для оказания экстренной помощи, если ее нужно углублять. Например, если человек дышал самостоятельно, проводилась поддержка кислородом, но у него нарастание дыхательной недостаточности, его нужно переводить на искусственную вентиляцию легких. У нас есть специальные наборы, которые позволяют осуществить интубацию трахеи, где имеются клинки, где имеются интубационные трубки разных размеров, проводники, воздуховоды, препараты дополнительно, которые могут понадобиться. Ну, перчатки. То есть стандартный набор для проведения экстренной интубации легких. Если интубацию легких провести сложно стандартной методикой, у нас есть видеоларингоскоп. В некоторых случаях эта штука очень выручает. Особенно в таких ситуациях, когда ты находишься один, коллегу на помощь позвать, в принципе, сложно какого-то, чтобы там в 4-6 рук работать. То есть, ну, есть специальные девайсы. На это вставляется в рот, визуализируется голосовая щель и потом уже специальными трубками. Вот эти трубки бывают разных размеров. Бывают большие, маленькие, детские, потому что реанимационную помощь оказывают в том числе и детям. Имеется в реанимобиле и большой выбор медикаментов, которые могут понадобиться в различных ситуациях. Из противопоказаний для транспортировки на данный момент абсолютным является только продолжающееся кровотечение. И то в ряде случаев и с кровотечениями также. То есть, ну, пациенты любой степени тяжести, в принципе, если это необходимо, и при правильной организации могут быть транспортированы для оказания помощи или на более высокий уровень, или для оказания специализированной помощи. Если в стационаре, в котором пациент находится, данный вид помощи оказать невозможно. Большинство людей воспринимают реанимацию как некий темный мир, в который нет доступа, и сложно даже дозвониться, чтобы узнать о состоянии здоровья пациента. На самом деле это не совсем так. Реанимация не является темным царством. Реанимация – это грань такая, где пациент находится, когда он в крайне тяжелом состоянии, в тяжелом состоянии, поступает в отделение реанимации, и фактически дальнейшее развитие или мы останавливаем и прерываем процесс ухудшения состояния, но иногда это нам не получается по определенным причинам, и, к сожалению, не всех всегда можно спасти. Но у нас есть хорошие результаты, у нас очень хорошие результаты по статистическим данным. Одни из лучших, лучшие в области, одни из лучших в республике. Мы максимально стараемся идти на контакт со всеми родственниками. С родственниками мы разговариваем откровенно, искренне, сообщаем всегда правду то состояние, в котором находится пациент. Если есть возможность, мы стараемся пропускать родственников, чтобы они могли поговорить, могли поддержать, потому что доказано многими научными работами, статьями о том, что никто так сильно не поддержит пациента, как и родной и близкий человек. Врачи-реаниматологи не занимаются окончательным лечением пациента. Их задача – стабилизировать больного, то есть как бы перевести критическое состояние снова в рамки болезни. А дальше это заболевание будут лечить специалисты по профилю. Это односторонняя помощь в данный момент. И услышать слова благодарности в какой-то момент, когда пациенты возвращаются и говорят спасибо, ну это самое важное, что есть. Мы можем похвастаться многими положительными результатами, в том числе у нас в отделении примерно год назад родилась девочка, была пациентка, когда она переводилась с района, с ковидом, с тяжелым ковидом. Она была на поздних сроках беременности, она удачно родила, и все было хорошо. У нас есть положительные случаи лечения любых патологий. У нас даже есть небольшой свой личный в отделении фотоальбом, когда к нам приходят пациенты, мы с ними фотографируемся. Может быть, когда закончится ремонт, у нас центральный вход, если бы мы хотели бы повесить такой стенд, для того, чтобы когда приходят родственники, видели, что здесь работают люди. В первую очередь люди, которые сострадают, в первую очередь люди, которые профессионалы, в первую очередь люди, которые хотят, чтобы их пациенты выздоровели и ушли отсюда на своих ногах. В деле спасения человеческих жизней врачи-анестезиологи-реаниматологи находятся, как говорится, на передовой. Правда, в силу специфики своей работы редко слышат слова благодарности от пациентов и их родственников. Не обидно. Мы понимаем это, потому что здесь пациенты находятся в критических для себя состояниях. Это критическое состояние для пациента. Он не всегда помнит, что было. Он не всегда понимает, где он находится. Он не всегда знает лечащих врачей. Мы понимаем, что мы в тени. Мы понимаем, что наша служба опасна и трудна. Никуда от этого не денешься. Мы принимаем это как есть. Врачи-анестезиологи-реаниматологи это универсальные специалисты. Они должны обладать знаниями и умениями во всех областях медицины. Действовать быстро, четко и уверенно. При этом сохранять спокойствие, самообладание и хладнокровие. Сегодня мы убедились, что гродненские анестезиологи-реаниматологи обладают всеми этими качествами и готовы оказать помощь пациентам в любой ситуации. Хотя, безусловно, лучше, если у вас не будет в этом необходимости. Будьте здоровы и живите долго. Редактор субтитров А.Семкин